Вячеслава Химикуса, которого этой зимой подстрелил нардеп фронтовик Пашинский, привлекут за хулиганство. Напомню, вчера ГПУ это дело закрыло. По мнению следователей, Сергей Пашинский просто оборонялся, а за это уголовная ответственность не предусмотрена. Что же касается Химикуса, то он признан общественно опасным. Но один из понятых сегодня сделал неожиданное заявление, изменит ли оно ход этой истории. Казалось бы, в истории со стрельбой Пашинского ГПУ уже поставило точку. После долгих месяцев следствия там решили, состава преступления нет ни в действиях депутата, ни в действиях пострадавшего. Разве что Химикусу могут выписать админпротокол за нецензурную брань. Напомню, инцидент произошел в канун Нового года на дороге в селе под Киевом. Тогда депутату помешал на дороге сломанный автомобиль. После словесной перепалки Пашинский достал наградной пистолет и выстрелил в одного из двоих мужчин. Как сообщил сам Пашинский на своей странице в Facebook, он привлек своих друзей, известных журналистов и прочих к расследованию дела, чтобы они стали понятыми. И вот после точки в деле, те, кто брал участие в следствии, заговорили. Первым высказался журналист и блогер Роман Шрайк. Он говорит, что версии сторон конфликта не сходятся в подробностях. Кто на кого напал первым, непонятно. Как убеждает Химикус, именно Пашинский набросился на него и открыл огонь. По версии парламентария, сначала Химикус ударил его бутылкой по голове, после чего на РДПе применил оружие. А водитель сломанного автобуса вообще терялся в показаниях. Я не сильно верю, что Пашинский увидел мелкий предмет у Химикуса в руке. Большой бусик, пусть даже темный, они с женой еле увидели. А мелкий предмет с большего расстояния, да. Поэтому в слова Пашинского я верю через раз. С другой стороны, водитель тоже себя вел странновато. Некоторые вещи он рассказывал уверенно, а отвечая на некоторые вопросы, начинал бэкать, мэкать и мяться. Хоть полного доверия к водителю у меня нет, я склонен скорее верить его версии событий. Реальную хронологию скандального дела, по мнению блогера, общество так и не узнает. Непонятно другое. Если самооборона Пашинского оправдана, то почему нет дела на Химикуса? Адвокаты последнего решением ГПУ остались недовольны и намерены его обжаловать. В незаангажированность прокуроров они не верят.